Лети наш АИС, Чернобыльский АИС Авария произошла в ночь на 26 апреля на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Произошел выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. На войну с невидимым врагом сочинцы отправились, не задумываясь. А Валерий Дейнека даже ослушался врачей на медкомиссии. Я говорю, как так? Мой товарищ по лестничной клетке Володя Швецов поедет. А я не поеду. Страна в опасности, весь мир в опасности. И, короче, я настоял на том, что тоже меня призвали. И 5 декабря 1986 года я был уже там. Бегали на крышу реактора, сбрасывали графит, чистили город Припять. На памятный митинг пришли вдовы погибших ликвидаторов. И, разумеется, сами чернобыльцы, которые в свое время и не думали встречать 30-ю годовщину аварии. Многим из них врачи давали лишь 10 лет жизни. А последствия самой крупной за всю историю мирного атомотехногенной катастрофы специалисты всего мира устраняют до сих пор. Это действительно было такое страшное событие. Это была катастрофа. Не дай бог, рванули бы второй, там, третий реактор, первый реактор. Всем миру мало бы показалось. А шло дело к этому, потому что те сотни тонн расплавленного урана, которые опускались все ниже-ниже, там были водослойные, водоносные слои. Ну, рвануло бы. И мы выполнили это задание правительственной с честью. Я спасибо хочу сказать администрации города Сочи. Лично уважаемому руководителю города, Пахома Анатолия Николаевича, который столь внимательно относится к нашим проблемам, он единственный. И квартиры, которые выделяют чернобыльцам. И медаль, которую сегодня юбилейную выпустил город Сочи, единственный в стране. Минутой молчания почтили погибших ликвидаторов, которых, как и ныне живущих, называют героями. Тогда победители катастрофы на саркофаге, как на Рейхстаге, водрузили флаг. И также, как и герои Великой Отечественной, оставили на нем свои автографы. Уже 362 человека нет с нами. И мы сегодня благодарим их. И сегодня мы, безусловно, чествуем ныне живых ликвидаторов чернобыльской трагедии. Потому что ваш беспримерный подвиг всегда будет светилом для всех людей на планете. Спасибо вам! Ликвидаторы сегодня делились не только воспоминаниями, но и тревогой. Срок эксплуатации саркофага, или, как его еще называют, объекта укрытия, истек. Защитное сооружение негерметично. Укрытие, два, строится, но медленно. Финансировать чернобыльский проект готовы десятки стран. Очередной срок сдачи намечен на ноябрь 2017 года. Выжившие герои ждут конца этой стройки не меньше, чем ветераны День Победы. Чтобы все жертвы были не зря. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.